Рассмотрим игру «Антиципация». Что же входит в нее? Какие есть настройки? Можем выбрать скорость чтения. Я рекомендую, опять же, изначально, когда вы только-только начинаете работать в разделе «Скорочтение», помнить о том, что это не бумажный носитель, это не книжка. Выставляйте скорость меньше, чем читает ребенок, просто чтобы не расстраиваться. Вы можете выбрать версию текста. Что это такое? Разный вариант. Здесь идет написание справа налево. Весь текст идет справа налево. Перемешенные буквы внутри слов, пропущенные буквы, пропущенные слова внутри текста. Зачеркнутые слова и текст с разным регистром. Можно выбрать текст. Рядом с названием текста написано количество слов в этом тексте. Но ориентируйтесь. Вы, как преподаватель, конечно, мы вам рекомендуем прочитать самим все тексты, посмотреть, какие по уровню для ваших детей подойдут. Потому что, может быть, текст и днем мало слов, но он достаточно сложный по содержанию. Или много слов. Ну, вот мышка, которая ела кошек. Ну, вот явно, что это сказки. Здесь очень много сказок Жанни Радари или Носова. Поэтому не обязательно читать весь объем вот этого текста. Вы можете с детьми читать по очереди, по одному абзацу, по одной строчке. Или если это взрослый и ребенок, то читает взрослый и с ребенком, да, по очереди, на перегонки, попугайчики. Много существует вариантов здесь работы. Не обязательно прочитывать весь текст. Если чувствуете, что текст интересный, но уже долго, да, затягивается у вас этот этап, остановитесь просто посередине текста и продолжите в следующий раз. Либо попросите ребенка уже дома самостоятельно дочитать этот текст. Потому что, конечно, на уроке читать текст, где 602 слова, это не очень продуктивно, это очень все затянется. Хотя тоже разные бывают задачи работы с ребенком. Исчезающий текст, это текст будет на экране исчезать без времени, пожалуйста, это значит не будет идти никакого отсчета времени. Вы в своем комфортном темпе будете проводить это упражнение. Размер шрифта и рандомный текст, это выползет любой у вас, появится текст на экране. Допустим, выберем про попугая, нажимаем начать. И вот в данном случае мы сейчас не взяли никакое усложнение, здесь просто показывается текст. Мы его прочитали, нажимаем готово. Все, время закончилось. Пожалуйста, мы можем выбрать, потом перейти в настройки и выбрать новый текст. Видите, версию текста мы не выбрали. Если бы мы выбрали слова справа налево, например, и на том же тексте, то у нас вот здесь показался. То есть здесь получается каждое слово мы читаем справа налево, но сам текст читается сверху вниз. Прежде чем давать детям, пожалуйста, дорогие педагоги, попробуйте сами разные настройки, разные тексты. Выберите те, которые именно вашим ученикам будут интересны. Продолжение следует...